Следы ног и козьих копыт. Интересно. Эскель разбил лагерь. Должно быть собирался побыть тут подольше. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла. Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Кусочки собранной коры. Похоже, козел и эскелетерса от дерева. Лог шерсти. Точно, козья. А вот и следы эскеля. Нос мне не подводит. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колушку-козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплюсь с чародейками. Не то, что некоторые. Поверь мне, здесь нечему завидовать. Верно. Запивать икру шампанским должно быть тяжкий труд. Слышал? Летит. Вон она. Ага, вижу. Далее! Уходи! Покрыли им его! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты, ты что делаешь? Убиваю, твари. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек, боевая конька едвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаря жгом. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему, дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Потерял много крови. Артерия перебита. Вот бредут овечки по лугам над солнцем. Пастушка не видно. Слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, горская песенка. Как раз, чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше ничего. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Здесь стоит осмотреться. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежи. Ну, хорошо. Собери ликвар и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Может, еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот этой, острый. Давай быстрее. Слушай-ка, а может, сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее. Платва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромое свинье! Кто первый в Каэр Морхене, тот лучший! 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 Смотри, шею не сверни! Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало. Ага. Плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина, только холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Да ну, ничего я от тебя не возьму. В крайнем случае, как-нибудь поставишь мне выпивку. Договорились. Послушайте. Все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повестского лебедя в 1211. Я заберу уму в горы. И что? Будете вместе выйти на луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь. Нет, мы не будем выйти на луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю. Но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете. С умой. Или с тем, кто в нем скрыт. Лесемир под старость становится раздражительным? Это ничего. Тебя еще не было прошлой зимой, когда Ламберт убеждал его, что надо уходить из Каэр Морхена. А на что нам эти руины? В стенах грибок, с потолка льет. И холодно, как на долбанной псарне. Весемир встал без слов. Взял меч. Хлопнул дверью. Месяц его не было. Так. Что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей. Ну, на башне. Можно этим заняться. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали? Хорошо. Но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо. Звучит серьезно. Еще увидимся. Что случилось? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. Ха-хо. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Хорошенько. Так что идем? Ты потом к ним присоединишься. Через часик. Или через два. Или через три. Ловлю на слове. Хорошенько. Ты так просто не знаешь. Огонь. Ну, деймемся. Ты не знаешь, кто? Ну, деймемся. Я не знаю, что ты. Ты ты знаешь. Ты не знаешь. Но пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так-так, голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное? Не считая поисков Таулера. Да, у меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото не меряло. Знаешь, сколько там дают зоутовцы? Циц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно. Оказалось, не какой-то не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты мог бы пощадить тролля. А потом жрать корешки и спать в придорожных канавах? Мне были нужны деньги. А по тролля никто не плакал. Ну, хоть помянем, бедолагу. Где был Эскель? В Альдерсберге. Охотился на высшего вампира. Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Ламберт, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Флиртуешь на работе? Потому что и боя-то толком не было. Хм. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. А нас месяц один рассол пила. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велин, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях, ебли Новиграде... Как там Трис? Отъебись, Ламберт. Похоже, я задел за живое. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как... Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась делать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам. И только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие. Но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовом. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. То при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне. Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok